И следующий вопрос, а как быть со шлейкой? И вот здесь в чате тоже я видел, Денис спрашивает, с ошейником все хорошо, не хочет надевать шлейку, за вкусняшкой подходит, но не решается сунуть голову. Вот прям несколько вопросов было про шлейку, поэтому я их сразу зачищу. Сейчас, наверное, кто-то начнет меня сильно не любить, но я скажу, потому что на самом деле вопросов про шлейку уже просто нет от них сил. Перестаньте слушать зоопсихологов. Значит, я сейчас объясню с научной точки зрения, почему их надо перестать слушать, а потом с практической. В Российской Федерации профессию зоопсихолог можно получить, закончив два вуза всего. Это Московский государственный университет, кафедра биологии, и, если я не ошибаюсь, Академия Сеченова. Там есть факультет. Нет, вру, Тимирязевка. Там есть соответствующий факультет. Все остальное зоопсихологи, вот эти вот интернет-девочки с дипломами каких-то виртуальных онлайн-курсов, полученных где-то в Норвегии, в Швеции, где-то еще. Это не работает здесь, в России. И я вам объясню, почему. Потому что собак, которых мы видим здесь у нас на дрессировочных площадках, собак со страхами, собак с агрессией, в Европе просто нет. Их усыпляют сразу, потому что они антисоциальны. И все вот эти европейские зоопсихологи, они работают со спокойными собаками-компаньонами. И, наверное, там шлеечки и вся вот эта вот прекрасная розовая амуниция, наверное, работает, потому что там хорошие, добрые собаки-компаньоны. А у нас собаки с зооагрессией, у нас собаки, которые ловят, крупные собаки, которые ловят мелкую дичь, как добычу мелких собак, убивают на улице кошек, Джек Расселов, Йорков. У нас собаки из приютов в огромном количестве, со страхами и тревожной. Какие шлейки? Вы понимаете, шлейка на такой собаке, это вы сели за руль болида, положили не за водительское место гоночного автомобиля, положили на педаль газа кирпич, а руля у вас нет. Вот куда несет, туда и несет. Смотрите, вы задаете вопрос, моя собака не хочет одевать шлейку. Из-за лакомства не хочет одевать шлейку. В шлейке вы никак не контролируете голову собаки на улице. То есть, если ваша собака захочет кого-нибудь съесть, укусить или что-то подобрать с земли, у вас нет руля. Ваш автомобиль несется куда-то, а вы им никак не управляете. Какие шлейки? На такой собаке должен быть ошейник. Если ваша собака диктует вам, какую амуницию ей одевать, она в ошейнике. И ни о какой шлейке речи быть не может. Это означает, что ваша собака на улице бесконтрольно. Понимаете, о чем я говорю? Вот такой ответ. Да, спасибо. То есть, переспрошу прямо, правильно ли я понимаю, что собака на шлейке, она неуправляемая. То есть, невозможно с ней так взаимодействовать, как с собакой на ошейнике. Абсолютно. То есть, собака на шлейке хочет что-то подобрать с земли. Ей вообще ничего не мешает это сделать. Собака на шлейке хочет потянуться к прохожему и куснуть его за штанину. Ей ничего не мешает это сделать, потому что шлейкой вы никак голову не контролируете. На ошейнике вы зафиксировали поводком голову, и собака не может сделать вот это движение. А на шлейке крути головой куда хочешь, подбирай с земли, кусайся, все что угодно. То есть, на шлейке только вместе с собакой можно как это... Ну, если успеете. Да, если успеете. Но подобрать с земли шлейка не мешает вообще никак. Поэтому шлейка это для воспитанной собаки, для очень воспитанной, как рулетка. Если вы голосом собакой не управляете, то есть, если собака голосовых команд, подзыва, фиксации, выдержки, да, и команды рядом не знает, то ни шлейки, ни рулетки на ней быть не должно. Это ошейник и поводок. Спасибо большое, Татьяна. На самом деле, это такие вещи, которые не все, к сожалению, объясняют и говорят. Спасибо большое, что вот здесь вот прям... И еще последний гвоздь в этот гроб. Значит, сколько исследований бы не проводили ортопеды, русские и зарубежные. Паттерн движения собаки меняется в любом случае, когда она ходит, будь то ошейник или шлейка. То есть, в любом случае, любая амуниция меняет паттерн движения собаки. Поэтому рассказы о том, что ошейник плохо, а шлейка хорошо, они не имеют под собой на сегодняшний день никаких научных данных, подтвержденных, независимых. Вообще никаких. Елена пишет Мохова. Добрый вечер. Моя собака из приюта, второй год. Слава богу, на шлейке мы ходим нормально, а ошейник это удавка. Собака небольшая, помесь дворняги и таксов. Дождь у нас рулетка, обычно поводок. Наверное, у меня гений. Я не знаю. Я не утверждаю, что мое мнение единственно правильное. Просто я его здесь высказала, и ошейник это удавка. Значит, ошейник может быть любым. Может быть удавкой, тогда он удавка, да? Это прямо термин и название, и модификация ошейника. А может быть обычным мягким ошейником. Кто вам сказал, что это удавка? Как можно удавить ошейником, который застегнут? Никак. Если ваша собака давится на ошейники, ну, с моей, я не знаю, может быть, вас устраивает. Ради бога, это ваш выбор. Я вас не призываю, да, поменять амуницию. Я просто высказываю свое мнение. Но если моя собака давится на ошейники, для меня это было бы проблемой, которую я бы решала. Спасибо большое. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке в описании и получайте в подарок видеозапись трех вебинаров просто про собак.